Здравствуйте! Сегодня у меня для вас вкусный рецепт быстрого тортика. Этот торт без выпечки, без желатина, готовится очень просто, получается вкусно. В приготовлении этого тортика я буду использовать пряники, клубнику, бананы, сметану и орешки. У меня сегодня фундук, можно брать совершенно любые орешки, но их нужно измельчить. Можно измельчить как я, мелко, можно крупнее. Сметану я беру 25 процентную, но можно тоже взять любую жирность. Форма у меня 16 сантиметров в диаметре, застелила ее пищевой пленкой. Можно использовать любую форму. Пряники, конечно же, нужно нарезать. Сначала я снимаю верхнюю вот эту глазированную корочку и разрезаю пополам. У меня пряники свежие, они мягкие. Эти кусочки тоже будут использоваться в приготовлении. Я нарезала пряники толщиной примерно 6-7 миллиметров. Ягоды я беру сегодня клубнику, но можно использовать любые. Нарезаю их на кусочки. Также использую сегодня бананы, нарезаю также примерно по 5 миллиметров. И теперь на дно формы укладываю кусочки пряников и в промежутке также укладываю кусочки или могу даже размять целый пряник и также сюда просыпать. Нужно, чтобы дно выровнялось и было полностью закрыто. Теперь сметана. Как я уже сказала, сметану можно брать любой жирности. Разравниваем. Две столовые ложки сметаны я кладу на каждый слой, полные с горкой. Следом укладываю ряд бананов. На бананы выложу клубнику. Все это одним слоем. Далее опять пряники. Так как пряники сладкие, в сметану я ничего не добавляю. Но кто любит очень сладкие тортики, тогда конечно можно добавить в сметану сгущенку или сахар. Это по желанию. Снова у меня идет сметана. На сметану банан и посыплю орешки. Орешки в этом рецепте не обязательны, но если они есть, то конечно добавляйте. На орешки опять клубника. Впрочем, в этом рецепте вы можете не обязательно делать как у меня. Это уже по желанию. Как и фрукты и ягоды могут быть разными, так и то, как их уложить, тоже можно регулировать как нравится. Верхний слой я смазываю сметаной и засыпаю орешками. Можно измельченным пряником, если вы не будете использовать орешки, посыпать. Снова все это разравниваю хорошенечко. Затем нужно будет накрыть пленочкой. Когда мы застилаем форму, концы пленки должны остаться. Тогда будет удобно вот так завернуть тортик. Ну и конечно же желательно поставить пресс по всему объему и отправить в холодильник на 4-6 часов. Можно на ночь. Тортик я готовлю для своей семьи, а себе заварю чай фигура. В аннотации к этому чаю написано, что он ускоряет метаболизм, очищает организм от токсинов, шлаков и лишней жидкости, а также улучшает пищеварение и стимулирует гормональную работу всех органов. Как вы уже поняли, это чай для того, чтобы похудеть. Меня привлекло в этом чае, что в его состав входят исключительно природные продукты. Это китайский чай и есть еще одна добавка. Это молодые побеги тюльпанового дерева. Пока только я начала его пить, пью третий день, приятный на вкус и после его приема мне не хочется кушать. Уверена, что если соблюдать регулярность приема пить его в течение трех недель ежедневно, 3-4 раза в день, то конечно же с этим чаем похудеть можно. Но если кому интересны мои результаты, вы напишите в комментариях под видео, я конечно отвечу. Мой тортик постоял в холодильнике 4 часа. Он уже хорошо уплотнился, можно снимать форму. У меня форма вот такая, это сервировочное кольцо. Но как я уже говорила, можно использовать любую форму для выпечки или даже можно взять салатницу. Главное устелить обязательно пленку пищевую. Он держит форму, хорошо переворачивается, хорошо перемещается с блюда на блюдо. Тортик готов. Его нужно сверху смазать оставшаяся столовой ложкой сметаны. Форма у меня 16 сантиметров в диаметре и 7 сантиметров ее высота. Ушло сюда 400 граммов пряников. Пряники должны быть вкусные и мягкие. А также 200 грамм клубники, 300 грамм бананов. Это неочищенный вес бананов. Два банана маленького размера. И 400 граммов сметаны. Бока и верх тортика я обсыпала измельченным орехом, смешанным с измельченным пряником. Сверху украсить можно по своему желанию, можно не украшать. Это уже кому как нравится. Получается необыкновенно сочный, очень вкусный, ароматный тортик. Попробуйте, приготовьте. Это очень легко, просто, быстро и очень-очень вкусно. А я сегодня с вами попрощаюсь. Спасибо, что были со мной. Всем приятного аппетита и всего самого доброго. До новых встреч. Пока-пока.